Здравствуйте дорогие друзья! Ну что ж, Инсталайф у нас продолжается и на очереди у нас Институт фундаментальной медицины и биологии. Представлюсь, меня зовут Роман Полинсков и долго времени тянуть не будем. Очень много вопросов есть по поводу поступления в Казанск Федеральный университет 2022 года и представлю представителей данного института, которые сегодня поделятся этой информацией. Альбина Альбертовна Валеева, заместитель директора по международной деятельности. Доброго дня вам! Здравствуйте! И Екатерина Игоревна Челимова, заведующая отделом практики и аккредитации специалистов. Вам тоже добрый день! Коллеги рады, что вы к нам пришли. Надеемся, сегодня наша беседа пройдет в очень интересном формате и абитуриенты, которые подключаются к нам сейчас в Инстаграме, узнают много нового и интересного. Предлагаю, наверное, с вводного слова все-таки начать, а потом уже по вопросам, да? Скорее всего, так будем делать? Да. Хорошо, пожалуйста, ваше вводное слово для наших абитуриентов. Дорогие абитуриенты, их родители, мы рады вас приветствовать на встрече с Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Наш институт входит в состав в один из крупных, больших институтов Казанского федерального университета. Количество студентов более трех тысяч обучающихся. Около 900 студентов это иностранные студенты ближнего и дальнего зарубежья. География насчитывает около 50 стран. Наш институт это большой биомедицинский кластер, который состоит из образовательной части, научной, клинической и таким образом мы обеспечиваем подготовку кадров и бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры и далее же программа профессиональной переподготовки и повышения квалификации. По структуре образовательная часть состоит из высшей школы биологии, которая реализует программы бакалавриата и магистратуры по направлению биологии и педообразования, а также высшей школы медицины. На прием 2022 года открытый прием на специальности высшей школы медицины по лечебному делу, стоматологии, медицинской биохимии и фармации. В высшей школе биология 180 бюджетных мест по бакалавриату, а в высшей школе медицины по специалитету 150 бюджетных мест. У вас есть что добавить? Нет, все сказали. Хорошо, тогда пройдемся по вопросам. Также напоминаю, друзья, кто у нас сейчас в инстаграме официального аккаунта Казанского федерального университета, задавайте свои вопросы, обязательно их обсудим. Затронули уже про бюджетные места и давайте добьем эту тему. У нас есть вопрос, расскажите о программах вашего университета, сколько в этом году предусмотрено бюджетных мест, то есть немного углубленнее в эту тему предлагают нам уйти. На высшей школе биологии это бакалавриат биология, 155 бюджетных мест, это педагогическое образование с двумя профилями, здесь хочется заметить, что появилось разделение, то есть есть педагогическое образование с двумя профилями, как английский и биология, и биология и основы безопасности жизнедеятельности, там 25 бюджетных мест, и есть заочное обучение биологии, 5 лет обучения, там 15 бюджетных мест. Это тоже педагогическое образование, профиль биология. Магистратура, там 111 бюджетных мест, там тоже есть изменения, появились новые программы, такие как медицинское здравоохранение. Бюджетных мест там, правда, нет, там только платные, ну и какие-то изменения можно посмотреть в КЦП. Что касается школы медицины, это лечебное дело, 125 бюджетных мест, это фармации, 14 мест, 2 места в этом году добавилась, это медицинская биохимия, там 12 бюджетных мест, остальные места все платные. Но в этом году на стоматологии на специалитете уже бюджетных мест нет. Хорошо, следующий вопрос, можно ли узнать проходной балл 2021 года на Личфак по особой квоте? По особой квоте не скажу, баллы там невысокие, так как это особая квота, и все зависит от количества поданных заявлений, потому что конкурс у них свой, то есть целевые места, места по квоте, смотря какой квоте. То есть если это олимпиадники, они поступают без вступительных испытаний, есть некоторые олимпиады, которые вообще без вступительных испытаний. Если это квота, которая касается либо сироты, либо по заболеванию каких-то, там свой конкурс, в зависимости от поданных заявлений. В этом году, по-моему, порядка 220 баллов, что ли, был проходной балл. По квоте именно. Хорошо, следующий вопрос, с какими экзаменами единого государственного экзамена можно поступить к вам? Ну, на разные направления они разные. Если мы говорим о медицинских направлениях, то на все направления это русский, биология, химия. Что касается лиц, которые выпустятся после среднеспециального образования, для них тоже произошли изменения. Они могут поступить к нам по другим экзаменам, то есть это будет анатомия. Ну, она будет такая же, как биология, она более профессионального формата, поскольку они уже закончили среднеспециальное учебное образовательное учреждение. И там она более специализирована в сторону анатомии, физиологии, как раз уходить. Меньше будет ботаники, зоология. Это вот будет различие. Это для как раз лиц, которые после СПО. А для других это общая биология, как обычная. Ну, там у них тоже идет вот анатомия, общая биология. Ну, вместо ботаники и зоологии там только не будет. То есть у них будет для них специально сделанная программа, сделали. Да, она уже видит на сайте приемной комиссии, им можно ознакомиться. Если мы говорим о биологии бакалавриат, то там требуется русский, биология и два экзамена на выбор. Либо это может быть математика, либо это может быть химия. А вот с педагогическим образованием там более расширенные. То есть два обязательных предмета, как общество знания и русский язык, это на выбор. И остальные, там большой перечень, да, там и математика, и физика. То есть вы обязательные, русские общество знания остается, а другие предметы на выбор. То есть здесь есть право выбора того, что если, например, раздали там, я не знаю, физику и математику. И воспользовались баллом, который будет выше. Хорошо, следующий вопрос. Вопрос из Инстаграма уже напрямую, там только что прилетает. Здравствуйте, я являюсь выпускником Тюмгу и хочу поступить в КФУ на лечебное дело. Есть ли какие-то квоты на вторую специальность и можно ли поступить на бюджет? В зависимости от того, какое у него образование первое. Если он уже на бюджете проучился, то уже второй бюджет нельзя только на контракт. Нет, в любом случае второе высшее образование получается только на контракт. Да, на контракт. Хорошо, следующий вопрос. Какой конкурс был у вас в прошлом году? На какое направление самый большой конкурс? Ну, самый в этом году? Ну, самые большие конкурсы, это все-таки лечебное дело. Стоматология, медицинская биохимия. Потому что количество, ну, на лечебном деле стоит сказать, что из 125 бюджетных мест 70% отдается целевым местам. И целевые места, количество целевых мест определяется ближе к началу приемной кампании. То есть это будет где-то конец мая, да, начало июня. Мы будем знать, сколько мест мы отдаем целевикам. Если по этому году судить, было 125 бюджетных мест. Из них 100 было отдано целевикам. И еще из этих 125 мест также отдаются места льготникам. Ну, в КЦП они уже заявлены, и можно посмотреть на сайте, какое количество. Поэтому на общее пользование, как правило, остается порядка, ну, 20-15 мест. И, исходя из этого, естественно, балл становится высоким. Потому что на общее пользование, если мы говорим о конкурсе общем, ну, он порядка 270-275, это такой средний хороший проходной балл на бюджет на общий конкурс. Ну, проще говоря, как мы с другими институтами, когда проводили инсталайф, вы пришли к такому выводу, что не обращаете внимания в основном на средний балл, стараетесь получить сами высший. Вообще, да, каждый год по-разному. Бывает балл выше, бывает меньше, но за последнее время тенденция показывает, что средний балл и общего конкурса он растет, нежели чем падает. Хорошо, следующий вопрос. Есть ли в вашем институте факультет медицинской кинестетики? Сколько стоит обучение? Нет, раньше была у нас медицинская кибернетика. Да, кибернетика была, да. Сейчас набора нет ни на медицинскую кибернетику, ни на медицинскую биофизику. Эти программы пока закрыты. Есть ли у вас программы обмена студентами с иностранными вузами? Есть программы, разные программы студенты участвуют, и в Волгарыши тоже бывает, и с вузами Японии. Программы обмена с вузами-партнерами Германии, Австрии, Чехии, Польши. Программ много, зависит от активности студентов. Хорошо. Спрашивают про целевое направление, как туда попасть, как стать целевиком. Чтобы стать целевиком. Во-первых, на сайте приемной комиссии КФУ, и вообще у нас есть отдел целевого образования, можно найти информацию там. В этом году все целевики на лечебное дело были от Нездрава Республики Татарстан. То есть обычно происходит это так, что заранее родители с детьми обращаются в Министерство здравоохранения, спрашивают, есть ли места, там оставляют заявки. И к нам они уже приходят с целевым договором. И для целевиков тоже так же непосредственно существует конкурс. Если на 100 заявленных мест у нас будет 150, предположим, целевиков с договорами, которые проверяются целевым отделом, юридически, как они заполнены, значит, будет конкурс. И возьмут первых 100, у кого высокие баллы. Если на заявленные 100 мест, например, 99 целевиков, собственно, поступят все. Но конкретно о том, что какой должен быть договор, когда его заключают, все это ближе к приемной кампании делается. Но на сайте план типового целевого договора, он висит. А у вас целевое только с Министерством здравоохранения Республики? В этом году, я говорю, в этом году были только от Республики Министерство здравоохранения. Но это, в принципе, распределяет Министерство здравоохранения. Ну, то есть других регионов могут так тоже, да? Целевое, идти сюда учиться. Могут, были, в прошлые годы были. Должна быть обязательно бюджетная организация медицинская. И, собственно, баллы, и пройти по конкурсу, и правильное заполнение договора. Хорошо. Следующий вопрос. Есть ли у вас специальность общая медицина, General Medicine, на английском языке? Как поступить иностранцу? Есть такая специальность. Там заявлено 90 контрактных мест. Вступительные испытания – это биология, химия и английский язык. Экзамены проводятся на английском языке. Нужно набрать минимальное количество баллов от 50. И ближе к приемной кампании будет суммарное количество баллов. Тоже объявлено. Публикуется на сайте приемной комиссии. И если они набирают суммарный проходной балл для заключения контракта, заключают контракт, оплачивают и далее же зачисляются. Следующий вопрос. С какого семестра начинается практика на бакалавриате? На бакалавриате на биологии? Да. С первого, по-моему, у них на первом семестре. Смотря какая практика. Если учебная практика, она после первого курса уже начинается. Есть и производственная практика, то это на последнем. Есть практика учебная, есть и производственная. И все они начинаются, в принципе, с первого, со второго семестра. Хорошо. Следующий вопрос у нас такой. Возможно ли поступить в аспирантуру на направление 30.06.01, фундаментальная медицина, клеточная биология, цитология, гистология на базе диплома магистра медико-биологические науки, специальность генетика? Обязательно ли для этого иметь диплом о высшем медицинском образовании? Ну, там у них тоже свои будут вступительные экзамены на данном направлении. Если они проходят, и если количество мест определено, это тоже надо смотреть в высшей школе аспирантория, то, думаю, проблем нет. Еще один вопрос. Экзамен для иностранцев и русских одинаково будет проходить или нет? Иностранцы, если они идут по конкурсу, заявленный в приложении 4 для иностранных граждан, у них просто количество экзаменов немного различается. Например, в этом году для лечебного дела и для стоматологии, для иностранных граждан мы ввели дополнительный экзамен. Раньше был русский язык и биология, химию они не сдавали. В этом году мы еще третий экзамен ввели устное собеседование. Программу также этого экзамена уже вывесили на сайте приемной комиссии. Можно ознакомиться. На медицинской, биохимии, фармации там только биология и русский язык. Собственно, это только коснулось собеседования для специальности лечебное дело и стоматология. Так у них по содержанию экзамены не отличаются от граждан Российской Федерации. Программа единая и тоже все на сайте опубликованы. Хорошо. Еще один вопрос у нас здесь есть. Как будет проходить день открытых дверей ФМИП в феврале? Пока не могу ответить на этот вопрос. Ближайший день открытых дверей, который состоится 23 января, он будет проходить в очном формате. В феврале будет видно. Что там будет конкретно держим в интриге? Нет, он либо будет очный, либо он будет также инсталайв. Вот и вся разница. Или онлайн, в зависимости от того, какая будет эпидемиологическая обстановка. Надеемся, что с каждым днем она будет становиться все лучше и лучше, потому что все уже устали от этого. Еще один вопрос. Какие минимальные баллы должны быть по ЕГЭ для целевого обучения в медицинское направление? Прямо сейчас пользователи инстаграма нам их задают. Посмотрите, еще раз повторюсь, целевые места дадут 100 целевых мест. И минимальные проходные баллы для участия в конкурсе на лечебное дело это по 50. То есть русский язык 50, химия 50, биология 50. Если не будет конкурса, то есть на 100 мест будет 99, и у последнего человека будет по 50. То есть в сумме он наберет 150 баллов. Соответственно, он пройдет, потому что у него есть целевой договор. Все целевые. Вот на заявленные 100 мест всего 99. Главное 50-50-50 набрать по каждому предмету. Если будет конкурс, соответственно, как покажет себя баллы, не знаю, поэтому... Все зависит от конкурса. Все зависит от конкурса и от количества поданных целевых договоров. Потому что в этом году их было много. То есть каждым годом количество целевиков увеличивается, и, собственно, поэтому, видимо, будет конкурс. Хорошо. Ну что ж, у нас вопросы закончились. Предлагаю нам как-нибудь подытожить нашу с вами беседу. Какое-нибудь заключительное слово для абитуриентов. Ну, хочется сказать, что вся информация есть на сайте приемной компании, есть на сайте Института фундаментальной медицины и биологии, есть номера телефонов, по которым могут позвонить абитуриенты, если у них возникают какие-то вопросы. Вопросы. Непосредственно я отвечаю за прием граждан Российской Федерации, и всю приемную кампанию я буду с вами. На связи. На связи, да. Поэтому на сайте ИФМИБ есть мой номер телефона, есть почта, есть Инстаграм. Любым удобным способом, если возникают вопросы, я всегда отвечаю. Еще хочется добавить, что в любом случае с началом приемной кампании, которая начнется, безусловно, 20 июня, это остается неизменной датой, заявление принимается в электронном виде. И нужно просто зайти, зарегистрироваться, внимательно прочитать. Не важно, придете вы, если будет очный формат, придете вы сюда подавать заявление. В любом случае оно должно быть подано в электронном виде. Поэтому я советую зайти, зарегистрироваться, посмотреть, что-то заполнить. Если возникнут проблемы и вопросы, конечно, подойдете сюда, но обязательно в электронном виде. Так что будем рады вас видеть. Звоните, пишите, мы вам рады. У нас в университете. Хорошо, большое спасибо, коллеги, что нашли время к нам прийти. Надеемся, мы еще... А, еще есть вопросы, говорят. Еще есть вопросы, так что рано мы закругляемся. Есть вопросы, вот я их нашел. Вопрос следующий. Биофак готовит педагогов или ученых-биологов? У нас есть биология-бакалавриат, где готовят биологов. Могут они стать и учеными, и так далее. Любую сферу деятельности, которую они выберут, связанную с биологией, непосредственно, они могут стать. Есть педагогическое образование. Это отдельное педагогическое образование с двумя профилями. В данном случае у нас это английский язык и биология. Это учителя либо английского языка, либо биологии. Но никто не мешает после педагогического образования, например, передумали они становиться учителями и решили стать учеными. Собственно, дальше они могут развиваться в любой сфере. Единственное отличие в том, что после педагогического образования вы сразу можете пойти учителем работать, а после биологии-бакалавриата вам нужно будет закончить еще магистратуру педагогическую, чтобы работать учителем. Еще один вопрос. Могут ли получатели квоты по программе Россотрудничество быть зачислены в ваш ВУЗ? В заявке желаемых КФУ указан. Благодарю. Все заявки рассматриваются. Количество квотных мест по гослинии мы также подаем. Единственное, конечно, есть специальности, где большой конкурс также по гослинии. Это лечебное дело, стоматология. Есть там, где меньшее количество желающих, и поэтому там тоже есть конкурс. Единственное, только в зависимости от того, если подают из Росотрудничества страна ближнего зарубежья, это Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, им не требуется обучение на подфаке, и им очень сложно в этом году будет поступить именно на квоту, например, на лечебное дело, поскольку все места уже по гослинии заняты студентами, и они обучаются на подфаках в вузах Российской Федерации. То есть им еще плюс один год требуется, и они уже в этом году поступят сюда, собственно, на наши квотные места. А так можно, да. Нужно ли ставить ЕГЭ после СПО? Такой вопрос приходит. Если они сдают ЕГЭ. Да, если у них есть право выбора. То есть если есть желание сдать ЕГЭ, они могут сдать ЕГЭ, но в любом случае при подаче заявлений в электронном виде они должны будут указать либо ЕГЭ, либо внутреннее испытание. Не получится такого, что они сдали ЕГЭ, пришли на внутреннее испытание, и там выбрали то, что они хотят, где у них баллы выше. Такого не получится. Либо это внутреннее испытание, либо это ЕГЭ. Хорошо, чатик у нас прям оживился, бодренько стал писать вопрос. Есть ли вступительные экзамены при поступлении по результатам ЕГЭ? Вот такой вопрос нам пришел. Еще раз не поняла. Да, непонятен вопрос. Есть ли вступительные экзамены при поступлении по результатам ЕГЭ? Видимо, ЕГЭС дал, есть ли ещё сверху? Нет, нет. Нет таких, да, из аминок? Нет. И спрашивают ещё, вот мы говорили, когда начинается практика, а сейчас спрашивают, где она проходит? У биологов проходят на биостанциях, которые у нас есть. В лес они ходят в зависимости от названия практики. Ещё раз говорю, это может быть практика по ботании, собственно, это связано с растениями. Значит, они выезжают на поля, собирают растения, изучают их. Если мы говорим о практике медицинских направлений, то это практика, которую проходят они в больнице. Хорошо. Ну и на этом у нас вопросы уже закончились. Да, точно закончились. Пролистал на всякий случай ещё раз посмотреть. Что ж, тогда благодарю вас за то, что нашли время к нам прийти. Надеемся, ещё раз с вами увидимся, ещё раз проведём с вами инсталайф, где уже будет более подробно известно о различных квотах, всему остальному. Может, по цене будет известно, сколько будет стоить обучение. Ну, на этом всё. Это был инсталайф, институт фундаментальной медицины и биологии. Ещё увидимся. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова